добрый день сегодня у нас кофемашинка молитом милита бариста т.с. собственно говоря по наклеечки f75 0201 то есть это уже после редизайнинга кофемашинка это у нас середина семнадцатого года судя по всему она добавила предсмачивание то есть приготовление намалывает в заварной блок немного кофе начинается приготовление сначала медленно медленная подача чтоб кофе сильнее проварилась потом сильно это переключается функция стрелочками вверх вниз на передней панельки то есть перед каждым приготовлением можно сделать крепче или слабее крепче если мы включим это предсмачивание потом бункер с двумя отсеками управляемыми программу сюда можно насыпать горкой эспрессо кофе и сюда интересный какой-нибудь вкус арабики стопроцентный чтоб с какими цветочным букетом переключать бункера можно как на панели так в принципе и каждому напитку можно задать нужный бункер когда увидел как работает эта функция сначала было ощущение что что-то не так но потом логика в принципе в этом всем появилась в обычном состоянии бункера как будто закрыты то есть вот эта шторка наполовину прикрывает каждый бункер если там немного зерна то все нормально она туда не попадает когда мы нажимаем готовить приоткрывается шторка нужного бункера и порция зерна засыпается в нашу кофемолку после чего шторка возвращается на нужное место только что есть вопросы что делать если зерна засыпано много и она выше шторки будет просыпаться в кофемолку это конечно вопрос без ответа вот но зачем вот это похождение шторки сделано чтобы нужная порция зерна попала в кофемолку и следующая порция могла уже быть другого кофе то есть если бы шторка была всегда открыта допустим до конца зерно засыпалось бы в кофемолку и там осталось бы еще немного на следующий этап то есть мы допустим хотим следующий хотим следующий эспрессо себе сделать сарабики допустим со второго бункера а там еще порция рабустый с этого бункера допустим и как бы вкуса настоящего мы не получим так быстро как мы бы хотели поэтому инженеры додумали вот такой вариант он конечно не идеальный но в принципе как вариант возможен то есть что могу посоветовать если используете кофемашинку немного насыпать зерна все-таки или же перед каждым приготовлением все-таки сыпать нужный сорт кофе который вы желаете моя собственно уже желает сделать удаление накипи и очистка заварного блока таблеткой тоже покажу как это делается раз уж такое совпало давайте 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 сделаем какой-то кофе покажу как она готовит придемся так сказать по жести амбассадор blue label горькая крепкая кофе то есть настоящая эспрессо смесь для тех кто любит экстрим она недорогое в принципе кроме горечи там вот машинка у нас автоматически определяет что мы засыпали в первый бункер зерно и будет нам готовить кофе из него вот она кстати без что дел для озерен 2 пустой мы согласны без проблем первый включен нажимаем эспрессо так у меня светится стандарт то есть это без пред смачивания если сделать настройку эту в меню покажу в конце работает как пустая кофемолка шторка приподнялась и кофемолка как бы очистилась если я захочу следующий раз себе сделать допустим арабику с этого бункера кофемолка уже сделает не именно арабику они смесь арабусты с арабикой ну предположим что этот blue label арабуста так делает замечательно как любая мелита даже и лучше любая мелита это же все-таки топ линейки класс насыщенная крепкая кофе шайбочки четкие красивые кофемашинка свежая 5000 пробега работает замечательно сейчас ее немного прочистить сделать все очистки и будет в идеале так теперь давайте сделаем молока посмотрим как взбивает в пену взбивает сразу хорошо вообще то есть эту конструкцию в этих моделях именно молочную сделали хорошо есть конечно многие там вопросы к капучинатору многих он иногда плохо взбивает вот это да это такая конструкция в этой кофемашине ну если ты к этому готов то уже будешь понимать что допустим может иногда разбивать может разбивать прицом при том следить в эту шикарную пену делает ну это же просто красота классный молочный напиток то есть кофемашина радует если вы любите именно молочные напитки эта машина вам точно подойдет и так давайте пробежимся по менюшке что может наша кофемашинка а может она многое клавиши подачи это настройка вот этих предустановленных кнопок окей заходим допустим в эспрессо рецепты и можно на любую кнопку навесить все что угодно то есть допустим эта кнопка эспрессо будет она сделать ристретто эта кофемашина поддерживает 18 рецептов вы можете сделать себе не зря кстати гарбариста и сделали название вот это все о том что предустановленные так выходим настройки все которые возможны сорта это бункер количество кофе крепость количество кофе объем крепость это крепость от 1 полосочка у нас за это отвечает наверное 5 делений я так еще не проверял аромат кофе это как раз предсмачивание так выходим отсюда вот можно назначить и кнопки это мы посмотрели смотрим дальше мой кофе мои рецепты то же самое можно назначить дополнительно эти же кнопки но через эту кнопку то есть если кофемашиной пользуется несколько человек каждый может для себя создать свой список этих кнопок и будет к нему переходить через мои рецепты потом уход всякие варианты очисток промывка просто промывка водой заварного блока легкая чистка возможно в принципе что-то похоже на это нет наверное промывка это промывка заварного блока таблеткой легкая чистка просто промывка все системы водой очистка молочной системы очистка когда мы опускаем трубочку жидкость для удаления молочного налета удаление накипи понятно очистка кислотой от накипи и фильтр есть или нет фильтра системе промывка легкая чистка для меня вызывают конечно вопросы почитать дополнительные инструкции что они имели ввиду для меня промывка все-таки наверное это промывка заварного блока наши стандартные решения это удаление накипи очистка кофейной системы очистка молочной системы эти три пункта ими как бы всегда и будем пользоваться потом часы настройка времени вполне естественно авто выключение когда отключить кофемашину и когда ее включить то есть можно выбрать время когда запускается кофейный аппарат и когда он выключается потом режим экономии энергии когда в состояние сна зайдет кофемашина там значение 3 минуты 30 минут такой большой промежуток хотелось бы конечно 5 10 но как производитель нам дал какие варианты такими пользуемся температура температура приготовления кофе жесткость воды можно выставить если у вас есть тестовский язык есть русский и в принципе если у нас украинский сейчас посмотрим язык похоже в этой версии нет моей версии нет но в принципе наверное сто процентов существует пусть будет русский так система отключить бункер с автоматическим определением многих он достает поэтому его тут отключают статистика сброс заводские параметры выпуск пара это если вы хотите хранить кофемашинку вот статистика этой 5 300 чашек очень замечательно так ну давайте напоследок сделаем ей декальцинацию раз она просит уже и покажу как она делается что делаем в первую очередь надо приготовить декальцинат это либо жидкость либо порошок растворенный в какой-то емкость сейчас я это и сделаю так вот это мой декальцинат и что заходим в менюшку выбираем уход выбираем удаление накипи и нажимаем старт нужно какая-то емкость куда будет сливаться наши очищенная жидкость и системы так старт опорожните поддон как будто мы его опорожнили достать бачок и долить туда жидкость для удаления накипи мы с успехом и делаем сделано подставьте емкость подставили нажимаем ok и шланг выпуска но я советую положить в нашу же емкость дополнительная жидкость поддоне нам не нужна легко его прозевать кофемашина нам конечно этого не позволит но тем не менее лучше не рисковать так общее впечатление отличный аппарат интересная система сказать что она недоработанное переключение типов зерна ну на данном этапе имея те средства которые имели разработчики я думаю сделано все достаточно хорошо и достаточно с умом вот пользоваться ей или нет но это уже на ваш выбор всегда ее можно отключить но вариант такой есть я бы пользовался достаточно интересно можно себе не каждое утро допустим хочется арабики с яркой кислинкой иногда хочется все крепкий бодрящий кофе и вы просто переключаете себе дорогой бункер и получаете ваш любимый напиток вот так такая интересная кофемашина такие функции у нее если понравилось подписывайтесь еще много обзора будет спасибо за внимание